добрый день дорогие друзья с вами по-прежнему магазин камуфляж бай сегодня мы сделаем вторую часть нашего обзора посвященному майкам вот такого плана и которая на мне сейчас надета значит что будет входить в специфику этого обзора наша задача будет провести сейчас миниатюре тест для того чтобы определить насколько устойчив к механическим химическим воздействиям тот рисунок тот принт который изображен нанесен на майке значит напоминаю коротко это шаркография это пластизолевые краски это высокого качества технологии это сложные технологии это не просто какая-то там наклейка как у которого можете в изобилии встретить на рынке вот это такого рода сложные технологии которую мы сейчас попробуем раскрошить раскрымсать посмотреть что из этого выйдет что мы для этого будем использовать значит я взял будет у нас два этапа механический химический для химического этапа я взял отбереватель для цветных тканей и взял мощный такой вот тоже жидкий состав порошок для стирки который въедливый сделаем простой тест который вы будете использовать у себя каждый стирая эту майку потому что нормальная майка стирается один-два раза в день она должна хорошо сохнуть быть устойчива особенно тот рисунок который на ней нанесен и исходя из этого первый тест самый лояльный который мы будем применять в своей бытовой жизни второй тест это будет тест более скажем так назовем как автомобильном лексиконе краш тест будем механически смотреть что выйдет из этого рисунка останется он или не останется значит еще коротко хочу мои дорогие друзья сказать следующую вещь мы снимаем обычно обзоры не развлекательного плана такого вот не связано с каким-то там приколом или еще простым времяпреповождением наша задача входит не уложиться там в 3-4 минуты мы конечно постараемся сильно вас не утомлять но прошу понимание в чем что чтобы разобраться какого качества вещь чтобы разобраться в ее свойствах назначения применений это требует какого-то времени вот это не рекламная акция хотя можно назвать рекламной акции то что я сейчас буду делать то что дело вот и уж сколько на это время уйдет столько уйдет постараюсь вас долго сильно не мучить и так сейчас мы приступим к самому вот дорогие друзья значит показываю вам чтобы вы не думали что это бутафория вот там у меня залито состав этой химии я еще закрою и задвину теперь берем нашу маечку допустим мы ее носили день 2 интенсивно закрываем включаем так поставим на супер стирку и старт сейчас пойдет процесс я думаю вам и не очень интересен вот мы сейчас прервемся а потом дальше посмотрим что из этого выйдет ну что закончился наш первый пробный режим открою наша многострадальная маечка мы и достаем и сейчас я возьму двумя руками и посмотрим что получилось из этого положим и покрутим ну вот я расправил маечку мы смотрим с вами на принт его основная сейчас задача была справиться с химией которая была в машину загружена я смотрю внимательно если какие-то подвижки ну честно вам могу сказать кроме того что влажная ткань принт абсолютно не изменился вот поближе сейчас посмотрим и вы увидите основной критерий как это легко я вам подскажу заметить это посмотреть на мелкие детали которые на этом принте есть на рисунке вот мелкие детали они как правило прорисовка этих мелочей будет больше всего страдает самое подверженное место вопросов никаких нету по химии я вам честно скажу это первый раз делаю вместе с вами я в принципе не сомневался потому что мы помним что сочетание цена-качество это основное спокойствие при покупке товаров хорошо сейчас мы с вами пройдем в другую другое место где дадим уже механическое воздействие на этот рисунок ну вот дорогие друзья сейчас мы попробуем провести тест по механическому воздействию на принт майки для приготовления этого блюда нам потребуется киянка монтировка сама майка веревка мыло не надо точно значит я попробую это сделать единственное что понимаю что основная часть аудитории который нас смотрит мужская надеюсь она обладает здравым смыслом логикой вот и исходя из этого понимаем что то что я делаю это не значит что вы будете с этим сталкиваться каждый день в быту и то что я буду проводить какие механические воздействия это экстремальное воздействие для самой ткани для самого принта это не значит что если я что-то здесь сейчас повредить или что-то облезет то ой ой как это плохо почему вы увидите что я буду делать и поймете что ничего общего с обыкновенной эксплуатации майки и то что я делаю нет наша задача проверить какого каков качество прилегания к материи к ткани что я значит сделаю мы возьмем майку основная наша часть эксперимента лежит вот тут где сам принт вот и сделаем две части значит первая первую часть хвоста маечки свяжу веревкой движу его для чего это делаю чтобы привязать спинки с ножки точнее и зафиксируем все по-простому дальше берем сам принт и я змеечкой ввожу веревку и разложу ее вот так вот на самом принте почему я это делаю потому что у нас если кто изучал технически какие-то науки напряжение и пюры какие-то строила все поймешь что вот я сейчас разложил дальше у нас будет идти скручивание и чтобы увеличить нагрузку на какие-то определенные участки принта вот это нагрузку нам при скручивании поможет создать веревка который будет внутри вот этот пирожок мы сейчас скрутим аккуратненько вот на чтобы скручивание состоялось мы сейчас воспользуемся немножко предвременно скрутил воспользуемся мульти ручка я взял можно обыкновенную деревяшку почему я взял монтировку потому что мне еще интересно как поведет сама структура ткани именно в том месте где будет проходить монтировка это все-таки железо я проделал но дальше веревка у нас есть внутри дальше мы начинает простой процесс скручивание будем смотреть вот видите даже то что стиральная машина не смогла выполнить выполним мы кто стирал когда-то армейские форму еще что-то летом помните да два человека при выкручивании стоит скрутили потом растягивать лучше всякой стиральной машины так ну что что я сейчас сделаю дополнительно я немножко опущу вот так вот спинку я взял специально стук и дальше добавлю еще одной нагрузки я начну стучать это в принципе довольно жестко ну что вы понимаете что майка для этих целей не предназначена но хочется все-таки понять какой предел прочности какой уровень качества нанесения этого рисунка так сперва посмотрим на ткань сейчас мы подойдем подойдут нам поближе я выверну место где проходила сама монтировка надеюсь вам видно то есть я здесь соприкосновение с металлом чтоб полезли как-то вот так волокна разошлись какое-то замахрение такое появилось я этого не вижу посмотрю ну естественно эта вещь сразу заканчивается уже смотрим вот эти швы я специально скручивал помните в первой части чтобы посмотреть каковы какова реакция шва будет вот я крутил здесь и мы видим надеюсь вам видно что все осталось на месте все в приличном виде так размотаем дальше выпала наша веревка сейчас я разверну принт раскрутим раскрутим освободим нам интересно что же из этого получилось берем веревку и так раскладываем на столе расправляем и смотрим смотрим ну помним что у нас веревка вот так вот шла было очень значительно усилили на скручивание и постараемся сейчас увеличить посмотреть вот особенно вот меня интересует вот вот эти части мелкие сильно там не приблизится вот видите да то есть все вот борода нашего воина я пальцем специально вожу чтоб вы видели что нету контраста ничего не выпадает не шелушится слава богу все осталось на месте ну вот дорогие наши друзья я старался ну сзади вот тоже надо бы тут монтировка проходила эта надпись тоже осталась устойчиво вот наклеена все сохранилось в пристойном виде поэтому обыкновенные стирки обыкновенный уход тем более не повредит этой майке что могу еще сказать ко всему прочему хорошая вещь в подарок хорошая вещь в подарок мужчине абсолютно то есть лучше ничего пожевать не надо качественная вещь рисунок со смыслом дорогие друзья приходите к нам пишите ваши рекомендации отзывы вот ждем вас всегда рады вас видеть и слышать всего вам доброго всего вам доброго всего вам доброго до до